Когда вступаешь в разговор о плоской земле со средним типичным человеком, почему-то он считает себя образованным, несмотря на то, что уровень его знаний остался ровно на том месте, каким был в возрасте 5 лет. Но знаете, глобусы в детском саду, разукрашки с планетами, и я не преувеличиваю, мне в доказательство приводят картинки. Типа, почему наша земля диск, а другие планеты? Откуда вы взяли, что другие тела это планеты? Основываясь на рисунке из детского сада, какие-нибудь изображения с Марса, это тоже фейк. Последнее безумие от НАСА это вертолеты на Марсе, вот, декабрь 2022. На Марсе, по официальным данным, 0,6% атмосферы Земли. Как может вертолет, нагруженный, летать без атмосферы? Воссоздайте эти условия здесь, запустите этот дрон в камере со средним атмосферным давлением в 160 раз ниже, чем у поверхности Земли. Давайте возьмем фотографию из НАСА и найдем какую-нибудь похожую из Исландии, например, я там видела такие ландшафты. Открываю исландскую фото в Adobe Illustrator, накладываю цветовую гамму из изображения НАСА, небо уберу, вот, похоже? Наверное, за 2 миллиарда долларов в месяц, это бюджет НАСА, можно сделать пару таких изображений. Мне мои программы от Adobe обходятся в 60 долларов в месяц, но под вопрос ставят именно мою правдоподобность, несмотря на мою полную независимость от каких-то там структур. Вообще, все, к чему я призываю, завязано на том, чтобы не тратить деньги. Веганство дешевле, потому что горох намного дешевле мяса. Натуральный иммунитет бесплатный, в отличие от уколов. Я за грудное вскармливание, а это экономит десятки тысяч рублей. Я за то, чтобы не тратиться на космическую пропаганду. Бюджет Роскосмоса 210 миллиардов рублей на 2023. Это деньги с ваших налогов. Если грубо посчитать, в России трудоспособного населения 70 миллионов, то есть вы из своего кармана в этом году выделили 3000 рублей только на Роскосмос. Но большинство-то доверяет не мне, кто по всем фронтам за то, чтобы не выкидывать деньги на ветер, а тем, кто впаривает продукт. Это само по себе уже странно. Не должна ли исходная позиция быть на той стороне, кто не пытается ничего продать? Еще мне предъявляют, что поскольку мои видео не удаляют, то получается, что меня кто-то продвигает. Во-первых, спасибо за комплимент. Это означает, что мои видео профессиональные, и действительно я вкладываю в них много времени. И во-вторых, если бы меня кто-то продвигал, то думаю, что у меня была бы уже новая камера. Это и 6 лет, и она постоянно останавливается во время видеосъемки. Там должно накопиться три предупреждения в рамках трех месяцев, по-моему. И в такие критические моменты, когда у меня, например, уже два предупреждения, и остается всего лишь одно до удаления канала, я делаю видео на другие темы. Хотя это, конечно же, тоже не гарант. Как бы то ни было, я всегда призывала никому не доверять, хотя вижу, что многие из вас ценят мою искренность, и, я думаю, мои намерения очевидны. Еще очень часто пишут тот же самый вопрос. Зачем им врать? Лишить кого-либо знания о том, где он живет, означает лишить почти всего. То, что вы даже не понимаете, где вы находитесь, отбирает у вас самое фундаментальное, что есть у человека. Способность знать, куда идти, откуда вы, что здесь вообще возможно. Потому что вы даже не знаете, что это за место. Взять, к примеру, астрофизиков. Представьте себе, посвятить свою карьеру изучению обмана. Да, формулы в рамках этого обмана могут быть верными, но отношения к реальности они не имеют. Есть одно интересное интервью нашего сподвижника с профессором-астрофизиком Светланой Бердюгиной, которая живет во Фрайбурге. Оно отлично показывает, что происходит, когда профессор не может обосновать своими формулами фактические утверждения, и поэтому начинает ссылаться в качестве доказательства на фантастические фильмы или апеллирует к авторитету. Здесь приведу лишь несколько отрывков, но советую посмотреть интервью целиком. Я воспользовалась закадровым переводчиком Яндекса. Это интересно. Светлана сказала много раз во время интервью. Вот что происходит, когда ученого такого уровня подводят к фактам, о которых он и не задумывался, потому что принимал свою теорию как данное без размышлений. Так какой же научный метод, прибор или эксперимент, по вашему мнению, доказывает, что Земля вращается? Что было бы вашим первым, лучшим доказательством номер один, если бы вы читали лекцию? Видим ли мы закаты и рассветы? Я могу за одну минуту разоблачить самое весомое доказательство профессора астрофизика. Уже показывала этот эксперимент, проведу его еще раз, только на этот раз буду снимать и саму камеру, чтобы вы могли сопоставить достоверность моей съемки и что я не регулирую высоту камеры. Я могу приблизить якобы ушедшую за горизонт монету, при том, что камера и монета всегда оставались на одной высоте. Таким образом, закаты и рассветы не доказывают нам, что Земля вращается, а просто указывают на законы перспективы. И это не говорит о том, что я умнее профессора астрофизика, а просто четко указывает на слепую веру с ее стороны в этом вопросе. Это всего лишь модели. Все эти красивые фотографии экзопланет. Все это впечатление художника. Конечно. Вы думаете, это вводит общественность в заблуждение? Да, я знаю. Это довольно красиво. И если вы не находитесь в поле как публика, вы смотрите на это, и это похоже на вал. Они нашли это. Да, они нашли это. И это абсолютно вводит в заблуждение. Я с этим не согласна, да. Я не верю ни в какие модели, ни в какие, по словам Светланы, отпечатки молекулярного присутствия. Косвенное обнаружение экзопланет для меня не является фактом и ничего не доказывает. А то, что это преподносится как факт, является втиранием очков чистой воды. Вообще, после Большого взрыва, каким-то образом наша галактика превратилась в идеально плоскую равнину. Весь Млечный путь – плоскость. Все планеты вращаются в одном направлении. Шансы этого ниже, чем выигрывать в лотерею каждый день на протяжении тысячелетия. Далее. Солнце в 400 раз больше и чудесным образом в 400 раз дальше от нас, чем Луна. Они идеально выстраиваются в линию, чтобы создать затмение. Шансы на это равны одной триллионной, умноженной на одну триллионную, умноженной на одну триллионную. Это невозможно. Чтобы идеальные круги в этом мире идеально совпадали с чем-то в 400 раз большим, с позиции третьего фактора, вашим фиксированным положением на Земле, которое, как они утверждают, вращается с скоростью 1600 км в час. В этом мое различие с профессорами-астрофизиками. Я не верю в такие совпадения. Это даже не совпадение, а просто невозможность с черным по белому. Наука должна диктовать, что все, что мы можем подвергнуть сомнению, мы должны подвергнуть сомнению. Но это не то, что мы видим. Закон энтропии гласит, что материя и энергия естественным образом переходят от порядка к хаосу. Если ты разобьешь стакан, то даже через миллиард лет осколки не соединятся. Потому что объекты подвержены тенденции к распаду, к энтропии, к растворению. Итак, учитывая закон энтропии, согласно которому вещи переходят от порядка к хаосу, каким же образом нам удалось получить структуру глазного яблока? Это противоречие скорее напоминает насмешливое издевательство. Еще не поздно признать, что вы попались на удочку. Случается с лучшими из нас, их психологическая пропаганда профессиональная и убедительная. Однако важно не дать себя обмануть дважды и, столкнувшись с этой информацией, начинать копать самостоятельно. Я не гонюсь за вашим одобрением. Я знаю, что Земля плоская и пытаюсь распространять правду.